В целях повышения эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику, информирования зарубежных инвесторов о возможностях и потенциале нашей страны, улучшения координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, а также во исполнение задач, определенных в государственной программе по реализации стратегии действий в год активных инвестиций и социального развития, президент Узбекистана подписал постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики. Суть и значимость документа раскроет комментарий нашей программы. В 2019 году запланировано привлечение 7 миллиардов 200 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций в рамках 840 проектов. Это 37% от общего объема капиталовложений. В текущем году министерством жилищно-коммунального обслуживания, министерством водного хозяйства, акционерными обществами УЗАВТОСАНОВАТ, УЗПАХТОСАНОВАТ не инициирован ни один проект с участием прямых иностранных инвестиций. В топливно-энергетическом комплексе доля прямых иностранных инвестиций сократилась с 53 до 33%. Данная проблема обусловлена в первую очередь тем, что отсутствовали качественные проектные предложения, инвестиционные предложения, которые можно было бы презентовать зарубежным инвесторам. И потому в целях повышения эффективности привлечения прямого иностранного капитала, информирования зарубежных инвесторов о возможностях и потенциале страны, улучшения координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, было подписано постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики. Приятие иностранных инвестиций подразумевает предоставление последней обновленной информации нашим зарубежным партнерам, в том числе по положительным результатам по преобразованию экономики, которые произошли за последние 2-2,5 года, в частности, и в части эффективного управления государственными активами. Мы стабильно развивающаяся экономика. Всегда у нас был рост. Мы очень хорошие отношения наладили за 2-2,5 последние года с нашими соседними республиками. То есть у нас открытая экономика, открытая страна, которая готова на равных взаимовыгодных условиях сотрудничать со всеми. В рамках данного постановления будут поставлены конкретные задачи с конкретными сроками, в рамках которых каждое министерство должно будет разработать конкретные проектные предложения с привлечением проектных институтов. В рамках инвестиционного форума ташкентского, международного, который мы хотим провести на самом высшем уровне, инвесторам будут предложены конкретные инвестиционные предложения. Одним из основных положений документа обозначена реализация государственных пакетов акций в уставных капиталах хозяйствующих субъектов в сфере химической и нефтегазовой промышленности, машиностроения, банков и страховых организаций. Под прямыми иностранными инвестициями, как правило, подразумевается реализация того или иного актива в предприятии, который дает инвестору контролировать ход деятельности. Зачастую подразумевается не менее 10% участие инвестора. А здесь мы реализуем от 51% и выше. То есть даем контрольный пакет акций, что, на наш взгляд, будет положительно влиять на привлечение стратегических инвесторов, которые будут приобретать эти активы, соответственно, будут присутствовать в экономике Узбекистана на долгосрочную перспективу. В частности, будут реализованы государственные пакеты акций в уставных капиталах 35 обществ различной формы собственности. Еще один важный аспект – разработка готовых инвестиционных предложений для привлечения прямых иностранных инвестиций. В частности, иностранным инвесторам будут предложены 86 перспективных инвестиционных предложений с расчетной стоимостью 6 миллиардов 131 миллион долларов. В сфере нефтехимии и топливно-энергетическом комплексе – 20. В металлургической, машиностроительной, электротехнической отраслях и легкой промышленности – 13. Сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции – 26. Медицина и туризма – 22. Производство строительных материалов – 5. По этим проектам в первую очередь стоит задача подготовить именно качественные материалы. И эти проекты будут презентовываться в рамках роудшоу за рубежом. Данные проекты придадут импульс для развития отдельных отраслей и регионов. То есть в этой связи они были выбраны в этот перечень. Включение в данный перечень подразумевает подготовку данных активов. В этой связи Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственной имущества иностранным инвесторам предоставляется право утвердить графики по предпродажной подготовке этих активов. Предпродажная подготовка будет включать процесс определения состава имущества, то есть идет инвентаризация, далее оценка независимыми оценочными организациями. По некоторым активам даже будет оценка со стороны международных оценочных компаний, что будет благоприятно влиять на привлечение иностранных инвесторов. После завершения процесса оценки будет проводиться процесс выставления активов на торги. Торги будут проводиться публичные, то есть открытые торги, где могут участвовать все изъявившие желания инвесторов. Создание приоритетных направлений по реализации проектов государственно-частного партнерства также является одним из основных пунктов постановления, согласно которому иностранным инвесторам предлагается реализовать 15 проектов государственно-частного партнерства, таких как строительство электрической станции, модернизация международных аэропортов, строительство платных автодорог и другие. Агентством по развитию государственно-частного партнерства разработаем перечень проектов по приоритетным направлениям на сумму 1,6 миллиарда долларов США. Реализация данных проектов приведет к стимулированию коммерческого роста, например, расширение и модернизация аэропорта удвоит пассажиропоток. Наши аэропорты смогут принять больше туристов, больше пассажиров, означает больше доходов и валютных поступлений в республику. Строительство расширения дорог приведет к росту региональной торговли, а также сократит расходы бизнеса и населения. Во-вторых, повысит конкурентоспособность и производительность экономики. В-третьих, будет содействовать внедрению современных систем корпоративного управления. Практика зарубежных государств, в частности, так называемых азиатских тигров Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Тайвана, показывает, что при 10% экономическом росте доля инвестиций в экономику страны составляет 35-40% относительно волового внутреннего продукта, где значительная часть приходилась на долю внутренних инвестиций. Одним словом, в этот период все, начиная с граждан страны, включая национально-экономические субъекты, сочли необходимым немного затянуть пояса, то есть сократили потребление, что способствовало росту капитализации. Инвесторы выбирают самые устойчивые страны во всех аспектах развития общества для вложения. А какие условия может предложить наша страна? Это в первую очередь политическая стабильность, наличие законодательной базы по защите частной собственности и конкуренции, развитие инфраструктуры, поддерживающей инвестиционный процесс, высокий потенциал развития агропромышленного сектора и богатые минерально-сырьевые ресурсы, а также наличие трудовых ресурсов с высокой квалификацией. В первую очередь, конечно, инвесторы наблюдают за экономическим ростом страны. То есть если в этой стране наблюдается бум, то есть идет развитие экономическое, то, соответственно, фокус их смещается на эту страну, и, соответственно, она начинает привлекать их. Далее они, конечно же, изучают внутреннюю структуру, как здесь построено законодательство, работают ли у нас судебные механизмы, работают ли у нас законы по защите инвесторов. То есть здесь у нас очень хороший показатель, который может обеспечить прибыльность и эффективность их бизнеса в нашей стране. Исходя из самой сути прямых иностранных инвестиций, предприятие получит доступ к международному опыту, знаниям, или же доступ к международным рынкам. Другие возможности — это прилетение корпоративного менеджмента, то есть менеджеров, опытных управленцев, которые поделятся своими знаниями, своим опытом с местным персоналом. Далее улучшается имидж самой страны, республики. То есть наличие того или иного иностранного стратегического инвестора дает сигнал точно такому же другому аналогичному инвестору, что в эту страну, в эту отрасль можно вкладываться, причем выгодно. Резюмируя итоги, можно сказать, что реализация задач определенных в постановлении президента содействует повышению эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций. Реализация проектов государственно-частного партнерства и сокращению доли государства в экономике страны.